Здравствуйте всем. Сегодня тема очень интересная, очень такая, как бы сказать, обширная. Но так как мы все живые люди, то я хочу рассказать вам не сухие факты про функциональный комплекс с меланином, который, как вы понимаете, в моей, так сказать, десятке фаворитов на третьем месте. Но я хочу рассказать жизненную историю про тот же самый функциональный комплекс. И, ну, как бы, как есть, да. Дело все в том, что я познакомилась с продукцией концепции здоровья более трех лет назад, тогда, когда бушевал, так сказать, ковид. Мы еще тогда не знали, что это ковид. И, ну, в общем, вытащила меня концепция здоровья. На самом деле серьезные проблемы. Потому что на тот момент я была вымотана совершенно многолетней работой, и такой очень интенсивной, и стрессах, и, ну, в общем, все наложилось, и, в общем, ковид меня тоже скосил. И я, ну, вылезала, можно сказать так, вот прям вылезала из болезни, потому что было довольно сложно, хотя я вообще никогда не болею так особо-то. Но тут зацепила. И концепция здоровья меня практически вручала. И, в общем-то, все уже так было, все хорошо. И я уже была бодрым реконволюсцентом, то есть уже воздоравливала. Но слабость была жуткая, астонизация была жуткая. И мы с Рамилем Камаевым на тот момент уже так сдружились, потому что я поняла, что, да, ребята дельные, и продукт у них хороший. Он мне советует, говорит, Марина, возьми функциональный комплекс с меланином, быстрее встанешь на ноги. А работать же нужно, а вы знаете, у меня нагрузка такая достаточно большая. И, ну, собственно, я говорю, дороговато, потому что, как бы и так, в общем, состояние целое потратил. Он говорит, ну, ты же не жалеешь. Я говорю, ну, точно не жалею, потому что, ну, видно, что физиологически, да, собственно, справилась со всем этим. То есть не без химических формул, без каких-то там осложнений, без клиники и без всяких ИВЛ и так дальше. Он говорит, возьми. Я так покряхтела, но взяла функциональный комплекс с меланином, причем, ну, как бы, болели несколько человек в доме, и, соответственно, я взяла большой комплекс. Ну, дороговато было, я там получила скидки, но все равно, вот прям. И главное, все продукты такие вкусные, да, все купажи такие легко растворимые, даже включая коллаген, собственно. А тут рассасывать это невозможно. Просто, ну, ну, что делать? Ну, вот уже взяла, съела пару ложек, положила на стол, ну, и что-то забыла. И тут у меня два кота, ну, кошка и кот. Вот, они никогда не лазят на стол. Никогда, от слова никогда. И тут я нахожу упаковку с меланином, а он построен на основе ракообразных и моллюсков, атлантических, каких-то там очень северных, даже арктических, по-моему, или антарктических. Вот сейчас я все время путаю Арктику и Антарктику, надеюсь, как многие из вас. Так вот, это глубоководные моллюски, ракообразные, в общем, интересная формула, но дело не в этом. Мои коты ведут себя вообще-то прилично. Никогда замечены не были вот в таких шалостях. И тут я вижу, что упаковка функционального комплекса с меланином, ну, вот такая же. Я ее вот сейчас, собственно, употребляю, ведь там совсем мало осталось. Ой, просто зашелся с вами. Здесь воздух. А осталось вот сколько. Потому что переболели в Новый год, и сейчас восстанавливаемся. В общем, она вся изгрызена этими моими котами, то есть вся в хлам. Что уж они там искали, и что им не хватало. Но я привыкла доверять животным в этом плане. У меня кошка обладает, в общем, такими способностями экстрасенсорными. Если, например, какой-то вид мяса, почему бы это ни было, не пригоден в пищу, она сразу это даст понять. Это у меня такой нюхач дома есть. И тут, если она, позабыв вообще о королевской чести, залезла на стол и погрызла пакет, то значит, что-то там ценное. Тут я природе доверяю на 100%. Я все-таки его допила. И могу вам сказать, и мы с мужем допили. И могу вам сказать, что в тот год, когда я тяжелейшим образом переболела, меняла работу, там вот как бы... Ну, знаете, когда нужно сдать дела, когда ты вот сделал какую-то работу, ты, конечно, удовлетворен. То есть тебе радостно, но ты вымотан. И вот еще и ковид. Ну, то есть, ну, просто я ползала. После функционального комплекса с меланином мы за месяц с мужем, потому что мы проболели 2-3 недели, мы сделали больше, чем мы сделали за последний год. То есть энергии было столько, что я думаю, вообще что произошло? И только потом я уже поняла, что это дал вот именно меланин. Ну, конечно, сам функциональный комплекс на основе аминокислот и, соответственно, определенных органических кислот, конечно, сам по себе чудесен. Но все же меланин – это отдельная история. И для того, чтобы вам четко дать понять, вообще из чего состоит этот комплекс, я зачитаю, я буду зачитывать, да, простите, буду снимать очки, потому что что-то куда-то я делала свои те самые такие пресбиопические прогрессивные очки, не могу их найти. Но, как говорят офтальмологи, а я все-таки в прошлом офтальмолог, нет плохого зрения, есть короткие руки, и вы не можете, так сказать, отнести на должное расстояние от глаз свой текст. Так вот, аминокислотный состав функционального комплекса с меланином. Аланин, аргинин, аспариновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, трианин, триптофан, фенилананин, цистин, а также меланин, луриновая кислота, пептидалофероны, протеяновой комплекс, комплекс ненасыщенных жирных кислот, амега-3, амега-6, амега-9. И, соответственно, перечислено из моллюсков какого вида, собственно говоря, создано. Но я уж тут не буду ломать язык, здесь латинские названия, если хотите, ну, как бы сказать, это все есть и на сайте, и на упаковке. Дело не в моллюсках. Кстати, если уж зацепилась за моллюсков, часто приходит вопрос, я сразу на него отвечу и продолжу по комплексу. Есть ли полмонных ракообразные моллюски в красной зоне, можно ли принимать функциональный комплекс с меланином? Дело все в том, что, ну, это не самая наша основная видовая еда, хотя реакций негативных на моллюски и на ракообразных немало. Но, если мы говорим о реакциях замедленного типа, здесь важно успокоить иммунную систему. Если вы, скажем, проводите эллиминацию основных продуктов обидчиков и в том числе, естественно, ракообразных моллюсков, если они у вас в красной зоне по иммунной хелс, проводите эллиминацию, предположим, 6 месяцев, ну, 6-8, год. Не едите это. Иммунная система уже более благосклонно относится к этим продуктам и нарушать уже можно. Но, если, конечно, не касается это молочки, глютена, вот каких-то, да, таких серьезных обидчиков, когда нарушать нежелательно особо. Что же касается ракообразных моллюсков, это редко бывает, ну, самые основные обидчики, все-таки мы не в Британии живем и, как бы, редко с ними так уж прям встречаемся. Тем более, что все-таки там пептиды, в малом количестве в основном аминокислоты, то есть все-таки расщепленный белок. И, тем не менее, если у вас они в красной зоне по иммунных хелс, лучше провести период элиминации, дальше пропить, да, по показаниям, вот, предположим, у вас остенизация после вирусного заболевания, после операции, вы хотите быстро восстановиться. Пропили, месяц, забыли. Все, еще там, скажем, полгода, вы вообще к ним не прикасаетесь. Так можно. Так можно и детям, и взрослым. Потому что, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться, я сразу на него отвечу. Итак, функциональный комплекс с меланином. Как вы уже поняли, это прекрасный повод насытить себя легко доступным белком, потому что он в виде аминокислот уже, собственно, меньше возможности иммунного конфликта. пептидов там мало, там чистый аминокислот тоже. И, конечно же, сам меланин. Сейчас я к нему вернусь. Показания. Когда все-таки хорошо его принимать? Тогда, когда вы занимаетесь, например, активной физической подготовкой. Ну, вот, например, мы собирались в горы. Что у меня с собой было? У меня была смесь корней и функциональный комплекс с меланином. В принципе, больше ничего не надо. Хорошее клеточное питание и к тому, чтобы не терять белок. А наоборот, его, как бы сказать, активировать, наращивать. После операций, после вирусных заболеваний, после бактериальных заболеваний, после детоксов восстанавливаться надо, особенно вот, когда идет бездрожжевая диета. Некоторые просто теряют белок. У меня девчонки худенькие, вот они, ну, слушайте, я же не могу вообще уйти в минус. Значит, даю сразу микроксистолический коллаген, смесь корней и пшеницы. Там ничего бродящего, ничего там, глютенового нет. Функциональный комплекс меланина. Вот, собственно, белок. Прекрасные источники белка. Все, и все чудно. Значит, функциональный комплекс меланина также используется тогда, когда вам нужно поддержать центральную нервную систему, периферическую нервную систему. Особенно, если есть угроза развития таких серьезных патологий, как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера. очень хороши функциональный комплекс в сочетании с другими продуктами концепции здоровья при детских патологиях, в том числе генетических нарушениях. Вот, есть одна хитрость в меланине, да, которая практически нигде в природе не встречается. Ну, что у маточного молочка. Он защищает и отчасти восстанавливает генетический аппарат клетки. Это очень важная особенность. Еще раз к ней вернусь, наверное, но просто имейте в виду, что даже при самых серьезных патологиях, в общем, здесь, конечно, мы обращаемся к меланину. Сам функциональный комплекс, ну, понятно, что источник аминокислоты, если у вас, скажем, проблема с пищеварением и вы плохо усваиваете белок, у вас постоянно идет провал, по белку или, скажем, снижена кислотность желудочного сока и вам сложно действительно у своего белка. Пожалуйста, функциональный комплекс с меланином вам поможет и бодрость даст, и сможете полномерно наращивать мышечную массу, если, скажем, вы тренируетесь. И в то же время вам не нужно будет дополнительных каких-то энергетиков и всякой этой дряни, которую, в общем, я никому не рекомендую. Ну, впрочем, если это спортсмен, мы потом попозже как-нибудь поговорим о таком комплексе для тех, кто тренируется, для фитоняшек. Вот, это не фитоняшка, я никогда и не была, но вот это модно и будет, я думаю, отдельный обзор. Но возвращаясь к функциональному комплексу, когда еще он хорош? Тогда, когда идет поражение печени и вам нужен белок без участия особого печени, то есть нужно переваривание, не затрагивая, по сути, пищеварительную систему. Конечно, тут приходит на помощь продукты концепции здоровья, когда, предположим, выхаживает человека после тяжелейших токсических гепатитов или же вирусных гепатитов или же вообще каких-то поражений печени. После детокса того же очень хорошо работает. Почему? Потому что, на самом деле, печень, конечно, все пропускает через себя. Нужно как-то функционировать, а печень выключена. Ну, что тогда делать? Вот, тогда приходится, собственно говоря, понятно, что когда вы вышли из стационара, где он там, тоже лили в вену, что-то же надо есть, а вы не можете ничего вообще собственно усвоить. Но тогда приходит на помощь функциональный комплекс с меланином прежде всего. Прежде всего. Что еще беременным, кормящим можно и нужно, детям, вот началась про детей, если есть нарушение развития различного рода, скажем, вы чувствуете, что центральная нервная система функционирует не так, как должно. Либо ребенок плохо обучается, либо он, скажем, наоборот, гиперактивный и не концентрирует внимание, и тоже, опять же, сложности в обучении. Функциональный комплекс с меланином обязательно присутствует для того, чтобы ребенок развивался, причем его нервная система в том числе. Почему именно функциональный комплекс с меланином? Мы поговорим о том, когда я вернусь к самому меланину. Где еще могут проявить себя вот те органические кислоты и аминокислоты, которые находятся в функциональном комплексе, когда идет атака вирусов, конечно же, грибков, бактерий. Но вирусов, наверное, на первом месте, потому что действительно те кислоты, которые входят в состав этого функционального комплекса, это монолурин, луриновая кислота, почти 50%. Сильнейший антивирусный эффект, сильнейший. Антигрибковый тоже. Там, кстати, еще и каприловая кислота тоже антигрибковым эффектом обладает. Но вообще органические кислоты многие обладают, и линоленовая, и линолевая, тоже, в общем-то, и антивирусный эффект, и антигрибковый, но лауриновая, наверное, в большей степени, каприловая, наверное, тоже в достаточно большой степени. меристиновая кислота, что еще? Пальмитолеиновая, алииновые кислоты, линолевая, линоленовая, сказала. Это основные кислоты, которые туда входят. Причем меристиновая кислота, она еще воздействует на жировой обмен, и вот на обмен жиров, которые, подкожный жир, это очень важный момент, потому что у нас висцеральный жир есть, который, в общем, не сильно желателен, но еще и подкожный жир, который должен быть. И у женщины, и у мужчин, у женщин тем более. И вот меристиновая кислота, она как раз воздействует на жировой обмен вот того жирка, который мы запасаем под кожей. Вот его терять не стоит. Поэтому на меристиновую кислоту вообще так особенно, да, обратите внимание. Вообще состояние кожи она поддерживает в нормальном состоянии. Металлииновая кислота или алииновая кислота сама по себе, она еще очень важна при санации мочевыводящих путей. Поэтому если у кого-то постоянные циститы, какие-то уретриты, вообще сложности с мочевыведением, с состоянием почек. Вот вы знаете, что для вас это такая слабая система. Но берите на вооружение тоже функциональный комплекс с меланином. Очень хорошее санирующее действие оказывает при циститах, при уретритах. Имейте это в виду. Есть также в составе пептиды алофероны. Очень интересное соединение, которое стимулирует выработку собственного альфа-интерферона. Таких соединений вообще в природе немного действенных. Поэтому так вот обратите внимание, поставьте себе галочку, что интерферон это наша собственная защита от тех же вирусов. Вообще говоря, от многих таких агентов, наступающих на основу, основанного против вирусных частиц направленных. И интерфероны нам нужны, как бы сказать, как естественная защита организма. Вырабатывать мы их в последнее время, чтобы разучились, но как-то менее активно это происходит. Я, например, списываю это насчет того, что мы в дефицитах все. Кстати, о дефицитах. Не забывайте, что функциональный комплекс с меланином также неплохо. Дефициты, собственно говоря, нивелирует, будем так говорить. Но по отдельным позициям, конечно же. Но я его всегда сочетаю, точно как белковый компонент. Я всегда сочетаю с омега-3, омега-6, омега-9. Я никогда не даю отдельно омеге. И вам, кстати, не советую. Потому что организм никогда отдельно ничего не получал. Он всегда получал в комплексе. Например, сейчас очень популярен тюлень и жир. Как-то так мода на него пошла. Там омега-3, омега-6, омега-9. Это абсолютно правильно. Потому что не бывает так, что организм требует только омега-3. Да, перевес в сторону омеги-3 должен быть, наверное. У кого как, правда, но в основном она такая противовоспалительная. Но, тем не менее, все должны быть 3. И вот, кстати, омега-3, омега-6, омега-9 уже функциональный комплекс с меланином есть. Так, ну хорошо, буду еще вспоминать по ходу, в каких случаях нужен функциональный комплекс. Но сам функциональный комплекс, понятно, прекрасное белковое питание, по сути, восстановление. Это понятно. О противовирусной защите и так дальше, и так дальше. Но меланин. Вот я хочу все-таки пропить оду этому компоненту, этому веществу, на который, по моей глубокой убежденности, обратила внимание, прежде всего, обратила внимание именно компания «Концепция здоровья». Я помню, что когда мы первые разы говорили про меланин, и вообще, ну как, мелатонин все знают, да, то есть это такой протогормон, от него спишь и все такое. То есть как-то все знают. Путают часто. Даже врачи путают. А меланин – это, по сути, пигмент, который есть, ну где там, в чаге есть, в гречихе есть, там, в каких-то моллюсках есть, в каких-нибудь там реликтовых растениях есть, в конском хвосте, в конце концов, есть, да, в нашей коже есть. Чего, собственно говоря, на него так особо делать ставку, непонятно, да. Но если вы хотите чуть более глубоко копнуть, то я вам советую обратиться в чат, в компанию «Концепция здоровья», на всегда очень отзывчивые люди, и могут вам даже, ну, такую ссылочку скинуть, как происходили исследования меланина в Советском Союзе. Это такая ситуация очень интересная. Исследования были крайне любопытные, крайне эффективные. Результаты получились. Но потом это все куда-то ушло, вся эта информация как-то растворилась, и долгое время про меланин вообще вспоминать было нельзя. Потому что нельзя. Мы, я помню, разговаривали на стенде «Концепция здоровья» с руководителем, ну, буквально шепотом, потому что не принято это обсуждать, пока эта вот сфера закрытая. Но вот за последние три года ситуация сильно изменилась, и, в общем, начали вскрываться некие положенные под сукно тайны, а тайна – это стоит того, чтобы ее открыть. Меланины – это действительно компоненты природной соединения, которые, ну, по сути, имеют отношение к эволюции жизни на Земле. Я уже не говорю, что меланин очень важен для такой структуры мозга человека, как средний мозг, где происходит регуляция всех жизнеобеспечивающих процессов. То есть это вот, как говорили в фильме, да, здесь у него любовь с интересом, здесь у него лежбище, вот у меланина, так сказать, основная точка предложения – это работа с мозгом и вообще с нервной системой. Но, в принципе, и защита от ультрафиолетов в нашей коже, да, существует меланин, радиопротекторное действие, иммуномодулирующее действие, гепатопротекторное, иммуностимулирующее в отдельных случаях. Но тут нужно явленно подбирать и дозировки, и все-таки дополнительно давать еще иммуностимуляторы, чтобы направить действие меланина. Защищает генетический метеороклеток. Об этом я сказала. Энтеросорбент и, по сути, антидот во многих случаях. Но главный он антиоксидант. Тот, который проникает везде. Что такое антиоксидант? Понятно, что мы же, наша жизнедеятельность осуществляется довольно интенсивно. У кого как, кто-то, может, на диване лежит, а у некоторых довольно интенсивно. И наши клетки, естественно, повреждаются различными агентами, тем же активным кислородом, почему нет? Мы живем, мы дышим, мы сгораем. В общем-то, это понятно. И мы окисляемся. Так вот, антиоксиданты – это те вещества, которые позволяют клетке восстановиться после окисления молекулам. Даже не клетке в целом, а молекулам, которые, собственно, составляют нас. Которые дарят энергию. Антиоксидант всегда дарит энергию. Окислитель отнимает энергию у молекул. А антиоксидант дарит энергию. Что такое энергия? Квант энергии – это электрон. Если так грубо, да? Физики, я надеюсь, меня не слышат, а то они так послушают, скажут, о-о-о, квант энергии. В информационную медицину опять склоняетесь, Марина Николаевна. Но склоняюсь, действительно. Так вот, энергии делятся с клеткой многие антиоксиданты. Но меланин – это действует грубо и напрямую. То есть он реально передает энергию клетке. И я хочу зачитать вам несколько таких выдержек. Уж простите меня, я не часто зачитываю что-то. Но здесь я хочу быть точной и передать, ну, скажем, саму суть, чтобы вы поняли, как бы сказать, на хорошем научном языке. Хочу зачитать, чтобы вы поняли, как именно работает меланин. Итак, эволюция выработала значительный потенциал защиты от атак свободных радикалов эндогенного, а также экзогенного происхождения. Однако при серьезных патологиях натуральной защиты чаще всего не хватает. И возникают необратимые явления мортального финала, раковые заболевания, болезни Альгеймера, Паркинсона и так дальше. Здесь на авансцену выходят меланины. Природа наградила их химической структурой, являющейся универсальным поглотителем свободных электронов, из-за наличия которых свободные радикалы, их еще называют активной формой кислорода, АФК, приобретают свои разрушительные свойства. И поскольку разрушение мембран посредством атаки АФК имеет место практически во всех самых страшных патологиях, универсальным средством их купирования является использование меланин. И меланин в этих процессах не только обеспечивает аннигиляцию вот этих самых активных форм кислорода, но и встраивается своими фрагментами в дырки, в кавычках, мембран, прожженные, свободно радикальной атакой. Ну, прожженные тоже, в кавычках. В результате мембрана полностью устанавливается, процесс выработки энергии приобретает формы ординарного гомеостаза. То есть мы опять возвращаемся в нормальное состояние. Очень большое значение для процессов излечения имеет следующие два фактора. Степень физиологической активности использована меланином, потому что меланин вы будете еще встречать в различных компаниях, в различных видах. Есть там в пшиках меланин, я стала уже сейчас замечать, продаются. Кстати, имейте в виду, ну ладно, я не буду называть, наверное, компанию, чтобы не лезть в чужой бизнес, но обращаю ваше внимание вот на что. Единственная компания, которую я лично знаю, российская, которая делится своими наработками, ну, со своими, так скажем, конкурентами. Единственная компания, которая не боится использовать научный потенциал, наработанный своими же, можно сказать, руками, головами, не боится использовать, делиться и использовать его в разработках других компаний. Это ценное качество, на мой взгляд. И я надеюсь, что вы тоже его по достоинству оцените. Итак, важны, соответственно, два фактора. Степень физиологической активности используемого меланина, чем выше его активность, то есть способность поглощать свободные радикалы, тем меньшие концентрации можно использовать при реальном применении. Меньше засорять организм, не перенапрягать его транспортные и выделительные системы. То есть тот меланин, который использует концепцию здоровья, он действительно достаточен в небольших количествах для того, чтобы осуществлять контроль избыточного окисления молекул в организме. Небольшого количества достаточно, не перенапрягая организм, и, собственно, не перенапрягая свой кошелек, можно следить за процессами окисления и восстановления в своем организме. Диффузионные свойства меланинового препарата, то есть его способность достигать нужные точки больного организма, требующие защиты. Это в особенности касается возможности преодолевать гематоэнцефалический барьер, а мы знаем, что есть еще гематоофтальмологический барьер, плацентарный барьер, тоже достаточно важный, ну и кишечный барьер, конечно. И обеспечивать защиту клеток мозга от радикальных поражений в ходе патологического процесса. Если мы с вами говорим о том, что сейчас происходит в плане нарастания количества болезни Альцгеймера и Паркинсона, то меланины выходят на первый план в качестве профилактических средств. Вот это важный момент, потому что, конечно, мы хотим жить долго, конечно, мы хотим жить счастливо, но мне бы, например, если я за себя говорю, хотелось бы, живя долго и счастливо, все-таки помнить о том, что хорошего случалось в моей жизни. А в плане развития болезни Альцгеймера, ну, мы все примерно в одной лодке. То есть, конечно, хорошо сидеть в кресле и улыбаться солнышку, но хотелось бы еще помнить, как зовут внуков, правнуков и так дальше. Поэтому для меня меланин – это не пустой звук. Я уже посмотрела, как он работает. Мои пациенты тоже с ним столкнулись и оценили, прямо скажем. Поэтому я с удовольствием могу, соответственно, представить этот функциональный комплекс. Но я все-таки хочу еще про меланин кое-что вам дочесть, чтобы уж не возвращаться к этой теме. На пути меланина, представляющей собой достаточно громоздкую органическую молекулу, стоит гематоэнцефалический барьер. Это некий ответ на возможные вопросы врачей, как же все-таки он проникает. Потому что для того, чтобы профилактировать тем более серьезные заболевания типа Паркинсона и Альцгеймера, конечно, нужно проходить гематоэнцефалический барьер. Туда действительно сложно попасть. Наш мозг, он, в общем, на замке относительно. Выход один. Обеспечить молекулу меланин необходимое сопровождение, способствующую увеличению проходимости через естественные разрывы в системе гематоэнцефалического барьера. Таким сопровождающим является специально разработанный хромогенный комплекс, генетически адаптированный на подобного рода диффузионные процессы. Как полифенол по своей химической структуре, он обладает тропностью как к меланиновым фрагментам, так и структурным зонам гематоэнцефалического барьера и способен обеспечивать туннельный эффект прохождения меланина или его активных фрагментов из крови в структуре мозга. Это к тому, что какие-то молекулы могут не пройти и поэтому быть не особенно эффективны. Ну, собственно, практика, эмпирический опыт всегда нам в помощь. Я никогда не говорю голословно. Вы знаете, что если я начинаю что-то изучать, сначала я буду минимум полгода, это минимум, а скорее год, буду всячески это пробовать на своей ближней зоне, на, скажем так, добровольцах, потому что у меня есть пациенты, которые мне доверяют, и слава богу, что такие есть, и дай бог здоровья. И дальше, чтобы такие появлялись, с которым я что-то рекомендую с таким, ну, как бы сказать, для меня еще не доказанным эффектом, доказанным эффектом в целом, но для меня он еще не доказан. Я всегда проверяю методы вибрационной медицины, подходит ли данному человеку данная композиция, и дальше уже, соответственно, мы смотрим клинический эффект. Для меня это вот такие всегда клинические исследования местного значения. Мой эмпирический опыт для меня значит больше, чем, скажем, какие-то там, кем-то доказанный эффект. Тем более, я не особенно доверяю заказным клиническим испытаниям, честно вам скажу. И, в общем, понятно, почему. Поэтому для меня эмпирический опыт важен. Ну, хорошо. Если мы с вами поговорили о том, что действительно есть интересный функциональный комплекс, который основан на аминокислотах, плюс еще меланин, то есть, в принципе, он должен достигать цели и определенные эффекты мы должны получать. Если я рассказала вам в самом начале о своем личном опыте, таком немножечко интересном, подтолкнула меня моя кошка использовать этот функциональный комплекс, то мои пациенты его использовали уже вполне сознательно. В каких случаях я его назначала с успехом? Как я уже говорила, во время безрожжевых марафонов у меня есть девочки, которые довольно худенькие, и мальчики тоже. Я рекомендую функциональный комплекс совместно с коллагеном и со смесью корней как источник белка и, собственно говоря, необходимых органических кислот для того, чтобы поддерживать мембраны клетки. Потому что все те комплексы, про которые я уже говорила, они все работают на восстановлении мембран клеток. И смесь корней, и функциональный комплекс с меланином. Эти органические кислоты, они чем хороши? Что они все встраиваются в мембрану клетки. То есть мы состоим из клеток, и мембраны наши, они постоянно атакуются, они постоянно в работе. Но это как граница между государствами, которые имеют довольно активный товаробмен, например. То есть там постоянно идет работа. Мембраны клеток не отдыхают. И восстановление вот таких постоянно работающих структур дело довольно тонкое. Потому что живая клетка, она не все воспринимает адекватно. Поверьте мне, она очень крутит носом, и для, как строительный, вернее, материал, для восстановления собственных структур берет не все, что мы ей предлагаем. Поэтому когда вы читаете где-то в аннотации, что вот этот там БАТ, или это продукт, или там что-то еще там, какой-то фармпрепарат, работает для восстановления клеток, всегда так критический ум включайте, насколько это природная форма. Потому что клетка строит себя только из энергетически совместимых с ней структур. Это важный момент. Его как-то недооценивают, потому что энергетически совместимые, это, в общем, сейчас пока еще, знаете, такая немножко крамола. Что такое за энергетически совместимые? А вы докажите. А вы дайте нам пощупать. А вы там... Но, извините, природное любит природное. Как ни крути, а живое, оно воспринимает только живое. Химическое оно воспринимает с трудом. И воспринимает просто как докуку, как напряжение, как повреждение. Поэтому будьте внимательны, если вы хотите восстановиться после любого заболевания, операции, какой-то тяжелой хронической болезни, травмы или стресса, кстати. Вы думаете, что стресс не повреждает клетки? Повреждает, сожалению. То вот, собственно говоря, это самый первый путь, который я могу вам предложить. Но я обещала вам рассказать про своих пациентов. Была у меня пациентка. Сама очень худенькая. И ее сыночек. Очень-очень худенький, как тростинка, как картофельная ботва, знаете, такой зелененький, тоненький. Хороший мальчишка. Прекрасный мальчишка. Очень воспитанный, очень такой живой. Но вот анемичный. В общем, они ко мне попали на ведение. Попросили меня. Сейчас редко беру пациентов, потому что некогда и уже хочется отдыхать. Но в то же время я и делюсь опытом, и хочется книги писать. Но иногда беру по настоятельной просьбе. И, соответственно, там анемия, там длительно текущее такое, в общем, белковое голодание, по сути, потому что, ну, там глютеновая энтеропатия и так дальше, и так дальше. То есть ничего не всасывается, ничего не усваивается. В общем, все плохо. Но мы, естественно, скорректировали рацион. Нужно как-то восстанавливаться. Ну, как восстанавливаться? Значит, нужно питать клетки. Чем питать клетки? Понятно, что смесь корней, чем меня и пшеницы я, конечно, назначил. Изначально добыл кремний, были различные там витаминные комплексы, они уже принимали. Железо я оставила, то, которое они принимали. Сейчас я уже не вспомню. Какая-то трехвалентная, двухвалентная форма. Не помню. По-моему, я даже заменила им железо на экоферин, что-то такое. Не помню, я его люблю. И дала функциональный комплекс с меланином. Потому что мальчишке нужно развиваться. Если он будет, как бы сказать, его будет ветром носить, то, в общем, это как-то не есть хорошо. А мальчишке было уже на тот момент 8 лет. Школьник. И, в общем, нагрузки он физкультурные не тянул. То есть он не мог прыгать, он не мог бегать, он задыхался. Ну, анемичный мальчишка. Я когда первый раз его увидела, то есть понятно было по кожным покровам, что это анемия. Но когда я еще оттянула в нижнее веко, посмотрела цвет, слизистые конъюнктивы, но он белый. Просто белая конъюнктива, то есть, ну, анемия там. И когда я посмотрела его анализы, в общем, мне уже можно было не смотреть, его анализы было уже все понятно. И вот мы начали с ним принимать этот функциональный комплекс с меланином. Я скажу вам больше. Как раз почему я отвечала на вопрос касательно ракообразных и моллюсков. Потому что у него и моллюски тоже были, там, что-то у него выскочил то ли гребешок, то ли устрицы в красную зону. И, в общем-то, конечно, для него это, ну, по так чисто иммунологическим показаниям, конечно, это был не вариант. Но у нас другого выхода не было. Мне надо было его поднять. И на тот момент еще не было мультивитаминного комплекса с меланином. Тоже очень хорошая вещь. Но его тогда не было еще в производстве. Был вот функциональный комплекс с меланином. А напиток долголетия тоже с меланином для родителей был немножко дорог. И, соответственно, мы вот ограничились функциональным комплексом. Но мальчик, конечно, пить его не хотел. Это было мягко сказано. Я разрешила, я говорю, все равно, убирайте основных обидчиков из рациона. Но пока на моллюсков ракоробразных не обращайте внимания. Даже если мы немножечко подкопим иммунные комплексы, связанные конкретно с этим белком, ничего страшного, мы потом о них очистимся. Потому что надо поднимать парню. Ну, в общем, кое-как, значит, начали принимать мальчик, пить его не хотел. Он всячески то он его выльет, то он его выплюнет, то он его там забудет, то он его рассыпет. В общем, мама с ним замучилась. Потом как-то все-таки мы его взяли в клеще, мама стала ему давать на регулярной основе по одной третьей чайной ложке три раза в день. Для мальчишки восьми лет, я не помню, сколько он сейчас весил, но в такой, ну, худенький мальчишка. Но я думаю, что меньше 50 килограмм однозначно. По одной третьей чайной ложки просто как поддержку, белкового обмена. Потом у них какая-то типа Олимпиады, кто-то там что-то куда-то бегает, прыгает, не знаю, что они делали, но в общем, какая-то физическая нагрузка. И тут мама мне рассказывает, что Павлик его зовут Павел. Павлик говорит, идет на кухню, берет пачку с этим функциональным комплексом, значит, ложку столовую зачерпывает и, значит, давясь и запивая его водой, проглатывает. Но мама, конечно, удивлена, это мало сказано, ничего не говорит, но так, значит, следит за сыном. Потом он подумал, значит, еще там зачерпнул, догнался, что называется. Это мамин выражение не мое. Вот, выпил воды, ушел, ушел в школу. Потом вечером приходит, ну, после школы, после обеда. Гордый, там показывает, значит, что участие в Олимпиаде, значит, чего-то такое. То есть он бегал и прыгал наряду со своими сверстниками, он никогда этого не делал. У него было освобождение там от физкультуры достаточно часто. То есть он был, ну, в принципе, не мальчик, а так, сидящий на скамейке запасных. Некто. А тут он проявил себя, то есть он пробежал, он там прыгнул, он там чего-то там еще куда-то там пролез, не знаю, чего они там делают. Ну, в общем, он принял участие в Олимпиаде, получил там чуть непохвальную грамоту. В общем, он был горд собой необычайно. И мама, конечно, говорит, ну, а как ты так вообще сумел? Он говорит, я заметил, что когда я пью вот этот вот порошок, как он его называл, вот, то, говорит, я как-то, ну, мне хочется бегать. То есть ребенку в 8 лет не хотелось бегать. Ну, это вообще странно, да, как мальчишка, тем более, тем более довольно живой. И вот он заметил, что ему хочется бегать, когда он выпьет там пол чайной ложечки, значит, соответственно, этого порошка. И он решил уж жахнуть, так жахнуть, и, соответственно, провести эту Олимпиаду. Ему это удалось. Поэтому, конечно, мы были довольны, потому что он заметил, да, сам эту связь. И потом уже он, конечно, пил. в обычной дозировке он пил от 1,3 до пол чайной ложки. Пил, по-моему, месяца, ну, 4, как минимум. Потом мы с ним сделали перерыв, то есть, немножко очиститься, да, все-таки с ракообразными моллюсками у него были конфликты. Но через полгода он возобновил, но сейчас вот ему, ну, уже 10 лет. Вот, я не знаю, сейчас они употребляют, но, в принципе, у них уже весь алгоритм есть, поэтому я думаю, что они уже сами как бы знают, что подкупить, что принимать, что не принимать. Потому что я обычно даю своим пациентам алгоритм. Я не люблю привязывать все пациенты, чтобы вот, а это можно, а это. Вот, даем алгоритм, даем понимание, что происходит с организмом, дальше уже человек должен все-таки думать сам и чувствовать сам свой организм. Это вот один случай, который мне очень памятен, потому что мальчишка уже была хорошая. И, наверное, расскажу еще об одном случае, девочка, которая готовилась к беременности. Сложная девочка, сложная психологически, сложная социально, сложная, потому что нет денег, потому что, я не знаю, я никогда не считаю чужие деньги, но когда мне человек к надрывам несколько раз там на приеме говорит, что нет денег, то как бы я начинаю нервничать, да, потому что я ничего не могу прописать, тогда получается, мне надо подарить, мне очень хочется всегда подарить. Вот, но я не могу столько подарить, поэтому я нервничаю. но все-таки я убедила взять хотя бы минимум взяли коллаген там кремнии женское здоровье что-то еще то есть она готова с беременностью проводились не безрочевая программа это отдельная песня как-то расскажу это вот да но восстанавливаться надо понимаете для того чтобы родить ребенка надо самой быть все-таки в состоянии какого-то активного восприятия жизни и при этом организм должен так сказать резвиться потому что все таки мы размножаемся тогда когда у нас все нормально по собственным организмам у нас нет дефицитов у нас нет упадка силы и вообще говоря мы по белку тоже как-то устойчив эту девочку сначала нужно было избавить от дрожжей потом соответственно прокачивать на что называется до датировать и как-то усиливать потому что ей предстояла беременность при которой ну там были свои особенности ей не особо чего дашь она не все формы например витамина b принимала там и так дальше ну переносил это особенности детоксикации печени были проблемы много там чтобы накручено перенесенные там определенные заболевания но с этим функциональным комплексом получилось так что все что ей рекомендовала она приобрела уже после безрожжевой диеты все она вот уже готовилась к беременности и мы с ней созванивались уже но как бы такой пиковая стей но как у нее результат попросила ее мне сообщить и она мне сообщает что до марина никого все очень неплохо она сильно изменилась на сказать и психологически стало более устойчиво я бы сказал адекватный даже не побоюсь этого слов она мне написала и сказала что да у меня все нормально значит я собственно приступила до к процессу у нее все было по ранжиру не знаю как муж это переносил но вот у нее был в планах не приступил процессу ну думаю слабо через полгода а мне пишет так и деловая но я беременна значит я вот тут все прохожу то что мне там гинеколог-эндокринолог и хороший гинеколог вел интегративный все мне только один вопрос по марина николаевна значит вопрос это на у меня задает вопрос я все отменила но оставил функциональный комплекс меланином вот я себе лишь я решила оставить его потому что чувствую что да вот он мне помогает все остальное не знаю как она помогает я все себя отменил я говорю ну хорошо вопрос в чем можно ли оставить функциональный комплекс меланином я говорю ну если я вам его рекомендовал то наверно можно и при беременности конечно же можно и ребеночка тоже очень не поведет все тогда все нормально деловая девушка хорошо все вопрос нет вопрос нет она родила в результате по моему мальчика если не ошибаюсь все нормально но она сильно изменилась я конечно не приписываю изменения чисто психологически функциональный комплекс меланином но поверьте мне что клеточное питание грамотное делает человека иным потому что мы состоим из клеток клетки становятся другими мы воздействуем на центральную нервную систему периферическую нервную систему тем самым мы действительно себя меняем нервная система очень тонко связана с эндокринной системы мы по сути ну как сказать подчиняемся неким императивом да там скажем нервной системы эндокринной системы мы очень чувствительно уровню гормонов и если мы начинаем менять себя глубинно то есть на уровне клетки то меняемся полностью мы сами меняется наше настроение наш характер наша судьба поэтому я не побоюсь этого слова я скажу откровенной и четко да и полностью уверены в своих словах мы функциональном комплексе меланином вообще продуктами с планином меняем свою судьбу как человеческого существа не больше не меньше но это конечно о да меланину о да меланин потому что я тоже сталкивалась неоднократно и сама и но это что-то знаете так какой-то космос когда мы грамотно используя термин который никогда не использую занимаемся биохаттингом великие дела можно творить великие дела наш биоскафандр способен на многое важно его не взламывать важно к нему подобрать ключи которые он давно ждет наш организм действительно сейчас подвергается атаки со всех сторон и наши микробиомы наши кожи надо наша дыхательная система наша гормональная система они постоянно чувствуют нападение это постоянно идет как бы сказать такое угнетение нашей функции и экология плохая излучение все это на самом деле нас не красит и микробиом на что точно так вот меланин это как раз то что может нам помочь в этих условиях техногенного стресса вот запишите для себя что если вы чувствуете так же как и я например на излучение микроволновки да там не можете долго сидеть перед компьютером дурнота да постоянно не можете держать телефон около головы и у вас начнет кружиться голова вас начинает подташнивать то меланин и функциональный комплекс меланином прежде всего это ваше спасение потому что радиопротекторные действия защита от излучений это тоже очень важный момент в современной жизни это пожалуйста возьмите на заметку ну хорошо я готова ответить на ваши вопросы в одном только аккаунте хотя нет мне ожидали еще вопросы да подождите сейчас я вам скажу да вот пока пишите в одном из аккаунтов вопросы а я отвечу у меня два еще осталось вопрос который вы прислали в чат концепции здоровья при дцп ребенок три с половиной года 13 килограмм можно ли функциональный комплекс меланином можно и нужно как ужинально поняли что касается веса с небольшой я думаю что по одной второй чайной ложки два раза в день будет достаточно вполне вот давайте так взрослый вот просто для себя там пометьте дозировки смотря какая конечно цель если вы просто профилактически хотите принимать функциональный комплекс то тогда достаточно взрослому от 60 килограмм по одной второй чайной ложке два три раза в день это взрослый это профилактически если же у вас стоит конкретная цель и вы уже работаете ну как бы сказать с комплексом да то есть вы там наращиваете массу либо работать центральной нервной системы либо вы восстанавливаетесь после вируса то тогда до 60 килограмм достаточно будет 1 3 чайной ложки два три раза в день зависимости от тяжести процесса если у вас больше 60 килограмм веса скажем от 60 до 80 берите по пол чайной ложки два три раза в день спокойно если же вы больше 80 килограмм скажем до 100 но тогда вам нужно брать три четверти чайной ложки два три раза в день если уж извините вы за 110 и там выше значит вам нужно брать прям чайную ложку с горкой или уже не стесняясь брать столовую ложку и два три раза в день принимать почему я говорю два три раза потому что какая тяжесть процесс на если вы только что перенесли скажем инфекционный гепатит конечно три раза если же вы скажем перенесли урви какой-нибудь да ну так чувствуете слабость как чё-то не 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 своей тарелки два раза будет достаточно ну давайте так и остановимся на этом если ребенок совсем маленький но он при этом вполне способен до выпить такой ну своеобразный порошок потому что единственное что не растворяется так как должен потому что есть специфические моменты в этом комплексе то 1 3 1 четверть чайной ложки достаточно вот такому ребенку дцп я бы давала на постоянной основе где-то одну четверть чайной ложки два-три раза в день 1 четверть буквально он и нормально все это можно даже перемешать с едой можно перемешать едой вполне не соответственно давай то есть фоном потому что здесь работать надо будет долго здесь не количеством надо брать а длительностью приема есть смысл вот функциональный комплекс меланином потом просмотрите еще так потихонечку напиток долголетия тоже возможно вы если финансово да может и найдите хороший маточному очку прямо в шприце замороженной со спичечную головочку под язычок ребенку давайте потому что с генетическим аппаратом клетки мы можем работать ну определенными формулами которые ну природной шесть лет падает за и да вот это интересный вопрос шесть лет падает зрение слышала причиной могут быть дрожжи ну вы знаете дрожжи я всегда имею ввиду когда говорю о патологиях но все-таки снижение зрения она не зависит от с большим дрожжевого роста зависит очень очень мало то что ну какой какой-то процесс интоксикации естественно идет на при издачном дрожжевом росте естественно ни на что он хорошо не действует это понятно но вы не пишете снижается зрение по поводу вам предположим каких-то сосудистых на заболевания в результате каких сосудистых поражений и либо это обычная миопия скорее всего это обычная миопия то есть близорукость падает зрение хорошо тогда я бы сказала что здесь прослеживается так называемая слабость соединительной ткани потому что близорукость развивается тогда когда растягивается глаз фокусное расстояние стремится глаз как бы сказать сохранить и для того чтобы как бы слабые оптическую систему скорректировать глаз просто растягивается чтобы видеть лучше это ну как бы такой физиологический процесс вообще говоря близорукость при приспособляемость к определенным условиям среды так вот глаз может растягивать слабая соединительная ткань у этих детей если слабой соединительной ткани всегда слабая поджелудочная вот здесь уже восточной медицины и включается если слабость канала селезенки который связан в восточной медицине еще с панкреас поджелудочной железой наблюдается то тогда всегда есть слабые соединительные ткани это миопия это растяжки подвывихи вывихи вот это все такая растягивающаяся кожа могут быть очень подвижные суставы так вот здесь я думаю такая ситуация и миопия все-таки профилактировать лучше на каникулах закапывать или на каникулах или ну когда вы можете с ребенком остаться там дней на 7 хотя бы на 10 чтобы он не читал не не мелкой работы не занимался закапать ему расширяющий зрачок глазки эти капли в глазки чтобы снять спазм аккомодации так называемый вот если вы это будете делать регулярно хотя бы раз три-четыре месяца то миопия будет развиваться медленнее гораздо и возможно просто перестанет развиваться если же она развивается и дальше глаз растет и миопия например как бы сказать увеличивается на тогда посмотрите где в округе сделать операцию склеропластика называется по пивовару вот как раз ее собственно придумал мой папа николай николай николаевич вот склеропластика хорошо хорошо сделано естественно она но как бы сказать стабилизирует развитие миопии то есть дальше глаз не растягивается но когда если уже минус 8 минус 10 извините ребята это уж совсем не чем начинается уже проблема с сетчаткой и так дальше там стекловидным телом сосудистой оболочкой это не нужно до этого доходить но дальше у вас вопрос какой фк может посодействовать в плане вот скажем падение зрения конечно может потому что мы говорили о том что белковая составляющая улучшение состояния соединительной ткани может да может но я бы все таки дала жидкий кремний сразу же в такой ситуации вообще всем миопом жидкий кремний микропристолический коллаген мы про него еще пока подробно не говорили но поговорим в другой раз значит жидкий кремний однозначно бегом потому что такие дети объединены по кремнию но дрожжи здесь все-таки ничего не особо важны впрочем вы пишете кстати дрожжи точно есть на ногтях ног был грибок но сомневаюсь что с помощью мази который прописал дерматолог мы избавились от него разве что на время то что вы не избавились от грибков с помощью мази это однозначно абсолютно если появился грибок на ногтях то уж простите меня грибки в вашем организме не только на ногтях ног это уж точно но здесь скорее вопрос стоит к бездрожжевому протоколу и вы всегда можете концепции здоровья заказать соответственно программу вам распишут посмотрите что для этого нужно то чтобы провести вообще говоря хорошо выстроенный бездрожжевой протокол но что касается зрения все-таки эта ситуация немножечко так сказать отдельно так ну хорошо здесь у меня вопросы закончились и я смотрю вопросы в одной из сети ребенку 7 лет медленно растет питается неплохо но рост маленький что посоветуете ох эти не растущие дети ребята но посмотрите что он ест уберите из рациона глютен молочку дрожжи как минимум дайте может быть это не ческие такие особенности на потому что мы не все одинаково хорошо перевариваем глютен и молочное коровье перейдите на козе молочное уберите глютен по возможности давайте урбечи из тыквенных семечек из мака из кунжута дайте наконец жидкий кремний дайте наконец микроэкристаллический коллаген и дайте наконец функциональный комплекс меланином и смесь корней вот это вот но сначала уберите то что может блокировать рост так так ну хорошо давайте давайте вопрос еще у нас время то есть ну вопрос пока нет я надеюсь что вопрос появится конечно после того как вы получили информацию но вы можете свои вопросы адресовать концепцию здоровья в чат отправить соответственно сайт отправить менеджером я всегда получаю информацию от вас что вас интересует какие задачи да какие у вас боли проблемы мы стараемся это все освещать и давать возможность найти какое-то природное средство которые конкретно для вас наша чудесная природа создала я сама этим пользуюсь пользуются мои близкие мои дети мои внуки мои пациенты я очень надеюсь что и вы тоже услышите меня да в какой-то момент может в какой-то эфир откликнется и вам и соответственно мы будем с вами дружить мы с вами будем обсуждать ваши задачи и я буду отвечать на ваши вопросы спасибо вам мои дорогие со всеми прощаюсь до свидания